Доброе утро, дорогие друзья! У нас перед нами Ханука, у нас перед нами глава Микец. Столько радости одному дню. Немножко поговорим о этом всем. Был такой доктор Виктор Франкл, известнейший психиатр, один из самых известных в мире сегодня, который был. Он прошел концлагерь, выжил там, написал знаменитую книгу «Человек в поисках смысла». И пройдя концлагерь, он написал следующее. «Если ты держишься за Всевышнего, то можешь вынести все. Если каждый раз ищешь, за что ухватиться, невозможно вынести практически ничего». Это очень интересная формула, о которой стоит подумать и поговорить. Человек, который действительно видел, можно сказать, дно, он понял глубину. Надо помнить и применять замечательные слова, что все, что делает Бог, к лучшему. Да, иногда это сложно. Даже то, что кажется нам тяжелым и болезненным, к добру для нас, просто мы не всегда это понимаем и не всегда можем это признать. Не зря ведь сказано, что я всегда с ним в час беды. И человек должен чувствовать облегчение, когда знает, что Бог не оставлял меня, просто я не понимаю его пути. Вот смотрите, Иосиф в этой недельной главе сначала попадает в рабство из обеспеченной потрясающей семьи. И, казалось бы, трагедия невероятная. Потом в тюрьму, 10 лет тюрьмы. Потом неприятности с женой Патифара. Потом еще два года тюрьмы дополнительно только за то, что Иосиф попросил царедворцев походатайствовать за него перед фараоном. К чему это не обечайная такая цепь событий? Она сообщает нам о чем-то очень важном. О чем же именно? Это такие слова, которые мы должны понять. Бог отвечает нашей молитве, на наши молитвы, но часто не тогда и не так, как мы думали и ждали. Ответ есть всегда. Но мы все время хотим за Бога спрогнозировать ситуацию. Вот ты сделай так, туда направь Фасю, сюда Петю, сюда положи 12 рублей. Но это не так. Иосиф хотел выбраться из тюрьмы, и в конце концов ему это удалось. Не сразу и не потому. Что человек двору и сдержал свое обещание. Бог идет своим путем. Не бывает достижения без усилий. Это первый принцип. Бог спас Ноха из потопа, но сначала ему надо было построить ковчег. Бог обещал Авраму землю, но сначала он должен был купить пещеру, чтобы похоронить цару. Бог обещает израильскому народу землю, но сначала они должны были сражаться в битвах. Иосиф стал лидером, как ему когда-то снилось. Но сначала он должен был свои практически административные навыки, если хотите, оттачивать в доме Патифара, а затем в тюрьме. Даже когда Бог уверяет нас, что что-то произойдет, это не случится просто так. Нужны наши усилия. Божественное обещание не заменяет человеческой ответственности, даже наоборот. Скорее призывает к этому. Но одних усилий тоже недостаточно. Нам необходимо что? Помощь неба. Нам необходимо смирение, чтобы признать, что мы зависим от сил, которые находятся вне нашего контроля, и не думать, что ты всемогущий. Никто в Торе не обращался к Богу чаще, чем Иосиф. Что написано в комментариях? Имя Бога постоянно было на его устах, у Раши. Каждый свой успех он приписывал Богу. Он понимал, что без Бога не смог бы сделать того, что сделал. Терпение у него рождалось из этого. Смирение. Тот, кто достиг больших успехов, часто обладает каким-то, вот именно таким сочетанием характеристик. С одной стороны, они работают, и работают много. Они трудятся, практикуют, борются. С другой стороны, они знают, что судьба будет написана не только их рукой. Результат определяется не только нашими усилиями. Поэтому мы молимся, а Бог всегда отвечает на наши молитвы. Но иногда не так, как мы хотим. И иногда не так, как мы и того ожидаем. И порой иногда ответа его нет. Молитва не проходит зря. Но ответ его другой иногда бывает. В Талмуде, в трактате «Не да», говорится об этом просто. Что мы должны сделать для того, чтобы стать богатыми? Задаются вопросы. Отвечают, работать, усердно вести себя честно и так далее. Однако Талмуд говорит, что многие пробовали так, но не стали богатыми. И снова там написан ответ. Вы должны молиться Богу, от которого происходит все богатство. В таком случае зачем трудиться? А Талмуд отвечает, одно без другого недостаточно само по себе. Все. Нам нужно и то, и другое. Человеческое усилие и божественная помощь. В каком-то смысле мы должны быть терпеливы и нетерпеливы. Нетерпеливы к себе, к своим действиям, подталкивая себя. Но терпеливы в наших ожиданиях. И тогда Бог обязательно благословит наши усилия. Даже если кто-то думает, что он сам кузнец своего счастья, что он всего добился собственными руками, придет время, и он убедится, что не он сам хозяин своей судьбы. Божественный план реализуется всегда. И через тех, кто отрицает самовозможность существования этого плана. И через тех, кто думает, что может его изменить и отменить. Все в этом мире зависит от неба и от наших усилий. От неба, правда, больше. Брахава Ацлаха, чтобы с нами в эти светлые дни Ханухи было вот это Божье благословение. Ну а мы постараемся. Брахава Ацлаха. Божье благословение.